Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера Николаевна. Здравствуйте! Добро пожаловать! Сегодня мы с вами смотрим тест 12 фразеологизмы. Тест по русскому языку, вдруг, если кто-то ещё не понял, что такое фразеологизмы. Мы сейчас с вами об этом поговорим. А пока вы можете прожать лайк авансом, подписаться на канал, если вы здесь впервые, и оставить комментарий. Но если вдруг вы ещё не уверены, понравится вам или не понравится, я напомню вам об этом в середине или же в конце. Но всё равно, кто уже знает, желательно, чтобы не забыть, обязательно прожмите лайк. И напишите, кстати, сейчас в комментариях, знаете ли вы, что такое фразеологизмы. То есть до того, как я озвучу, что такое фразеологизмы. Ну, вообще, это устойчивый оборот речи или, по-другому, можно сказать, идиома. Но в начальных классах, в начальной школе, что такое идиома, ну, легче сказать фразеологизмы. И то, детки у меня в начальной школе не совсем, вот, могли, по крайней мере, сказать, что такое фразеологизмы. Запоминаем, ребята, это устойчивый оборот речи или, то бишь, идиома. Если вдруг вы где-то услышите слово идиома, знайте, что это имеется в виду фразеологизмы. Ну, что, например? Например, играть на нервах. Вот, играть на нервах – это фразеологизм. Что это значит? Ну, значит, выводить, как-то раздражать, да, действовать на нервы, играть на нервах. Так, давайте посмотрим первое задание. Прочитай, отметь строки, где записаны, ну, фразеологизмы. Мы с вами сказали, что это такое. Это устойчивый оборот речи, совершенно верно. Итак, переливать воду из кувшина в банку. Переливать из пустого в порожнее. Гнать в три шеи. У змея-горына четыре головы и три шеи. Прогнать из города. Ну, переливать воду из кувшинов в банку – это, ну, не фразеологизм. По крайней мере, мы вот ориентируемся на то, что мы с вами знаем, да. Переливать из пустого в порожнее – да, это то, что бесполезно делать. Ну, из пустого в порожнее, да, там как-то безрезультатно что-то делать. Это может быть фразеологизмом. Гнать в три шеи – это тоже фразеологизм. Ну, это значит очень гнать в три шеи. Ну, это значит прям вот вообще иди, бога ради, отсюда уйди, исчезни, не хочу. Всё, гоните его в три шеи. То есть с ускоренным, так сказать, уровнем опасности гоните его, убирайте его, уходите от него и так далее. У змея-горын четыре головы и три шеи. Ну, это не фразеологизм, это как факт, наверное, больше. И прогнать из города – это тоже не фразеологизм. Может быть, вы будете не согласны, может быть, будете согласны, но мы здесь выбрали только переливать из пустого в порожнее то, что мы знаем, и гнать в три шеи. Да, соответственно, поэтому мы здесь поставим плюс. Таким вот образом. Далее. Что-то мне тут всё мешает. Далее. Прочитай, подумай, что означают эти фразеологизмы. Напиши в квадратике, вот у нас тут квадратики, нужные буквы. Вот у нас здесь нужные буквы, чтобы показать их значение. Кстати, по ракурсу тоже вроде бы я старалась, чтобы вам было всё удобно, по горизонту, так сказать. Поэтому, если что, вдруг напишите в комментариях, если вдруг вам неудобно. Итак, чтобы показать их значение. Итак, глаза разбегаются, спать без задних ног, ахиллесово пита, в печенках сидеть, связать по рукам и ногам. Что такое глаза разбегаются? Не дать возможность что-либо сделать? Не думаю. Очень надо есть? Не думаю. Очень крепко, беспробудно? Не думаю. Уязвимое место? Точно нет. О большом выборе? Ну да, когда мы приходим с вами в магазин или заходим на наш любимый маркетплейс какой-нибудь, да, и у нас глаза разбегаются. Такой большой выбор! Огромный выбор! Не знаем, что взять. Глаза разбегаются. Разбегаются. Правильно, Д. Я вот здесь вот маленькие плюсики буду ставить, а здесь уже потом жирненькие поставим. Но это сделано для удобства. Я думаю, что вам это не сильно принципиально, а мне прям удобно, в общем. Спать без задних ног. Не дать возможность что-либо сделать? Нет. Очень надо есть? Нет. Очень крепко, беспробудно. Правильно, когда мы с 10 утра до 6 вечера, не заходя домой, бегали, прыгали, катались на велосипедах, на роликах, на самокатах. Мы потом что спим без задних ног? Очень крепко, беспробудно. Признавайтесь, кто из вас любитель спать без задних ног? Очень крепко, беспробудно. Правильно. Я в последнее время почему-то очень плохо сплю. Не знаю почему. Ахиллесова пята. Ну, это у нас мифология. Кто такой Ахиллес? Это был такой воин, да, которого мама защитила с помощью того, что окунула его в специальную жидкость, емкость. Но за пяточку. Да, за пяточку, если в общих чертах. Почему бы ей не окунуть его всего? Ну, за пяточку. Пяточка осталась, весь он был уязвим, а пяточка была, вернее, не уязвим, а пяточка была уязвима. Его, в принципе, туда и убили потом. Итак, Ахиллесовая пята. То есть не дать, возможно, что-либо сделать? Нет. Очень надоест? Нет. Уязвимое место? Да, это уязвимое место. Ахиллесовая пята – это уязвимое место. Так. В печенках сидеть? Ну, это очень надоест. Да? Ой, как надоел этот болтливый, сосед, он у меня уже в печенках сидит. Это, значит, очень надоест. Связать по рукам и ногам. Ну, это не дать возможности что-либо сделать. Например, работа связала меня по рукам и ногам. Это значит, что работа не дает возможности что-либо сделать, куда-то там поехать, пойти и так далее. Тут у нас все хорошо. Здесь мы ставим плюс. Все отлично. Едем дальше. Номер три. Ну-ка. Вот таким образом, да? Номер три. Прочитай. Ой, номер три вообще. Кто прочитает с первого раза и поймет, что нужно делать, тому плюс. Кто прочитает и нужно два раза перечитывать, тому плюс-минус. Ну, потому что ребенок первый раз прочитал. Пума решила покушать. Приятного аппетита, Пума. Сейчас мы покушаем, попьем. Сами ели котлеты на обед, а меня кормили коричневыми камушками. Ну, ладно. Прочитайте. Отметь устойчивое выражение, которое имеет значение, противоположное значению фразеологизма сгулькинос. У меня ребенок так смотрит. Говорит, ладно, никого. Что? 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 В глазах читалось what are you doing? Что? Я говорю, ну, давай по частям. Устойчивое выражение. Вот они, устойчивое выражение, которое имеет значение противоположное. Противоположное значению фразеологизма сгулькинос. Вот у нас есть слово сгулькинос. Фразеологизм сгулькинос. Что это значит сгулькинос? Это совсем мало. Что такое гулька? Голубь, голубочек. Носочек у голубя маленький-маленький. Носочек в плане носа, а не то, что он надевает на лапки по утрам. Маленький-маленький нос. Сгулькинос. А нам нужно противоположное, то есть значение чего-то большого. Кот наплакал. Тоже мало. Воз и маленькая тележка. Вот это уже много. Да, там целый воз и маленькая тележка. Ни рыбы, ни мяса. Это ни то, ни сё. Раз-два и обчёлся. Это тоже очень мало. Ни два, ни полтора. Тоже очень мало. А вот воз и маленькая тележка, это как раз-таки что-то большое. Поэтому здесь мы ставим плюс. Обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на окончание. Отметь устойчивое выражение. То бишь одно. Здесь в этом задании нужно было... Или где-то... А, в первом задании отметь строки. То есть несколько. Обращайте, пожалуйста, внимание, дорогие мои, на всю эту ерунду. Потому что... Ну, как ерунду, это же я говорю ерунду. Да, на самом деле не ерунда. На окончание задания. Итак, прочитай. Отметь фразеологизм, который можно вставить на место пропуска, чтобы закончить предложение. Ваня не успел выучить стихотворение. Он очень боялся, что его вызовут отвечать им. Сидел под партой. Сидел, сложа руки. Ну, сидел под партой. Это не фразеологизм сразу, да? Сидел, сложа руки. Это фразеологизм. Ну, сидел, как на иголках. Сидел на кресле. Сидел на голодном пайке. Вот ребенок отметил, сидел, сложа руки. Но здесь очень интересный момент. Ваня боялся. Он очень боялся. А когда мы боимся, мы можем использовать фразеологизм, как на иголках. Я так боялся результатов экзамена, что сидел весь, как на иголках. Ну, представляете, как на иголках сидеть, наверное, не очень комфортно, да? И вот он тоже весь ежился и туда, и сюда. Он боялся отвечать. Он не выучил стихотворение. Он не понимал, поставит ему сегодня двойку или не поставит. Вызовут его к доске или не вызовут. Поэтому тут сидел, как на иголках. А ребенок мне ответил, сидел, сложа руки. Он бы сидел, сложа руки, если бы он ничего не делал. Ему надо, а он ничего не делал. Он сидит, сложа руки. Можно еще сказать, баклушу бьет. Так что здесь у нас минус. Дальше. Пятое. Пятое со звездочкой. Иногда мы делаем пятое. Иной раз можем и не сделать. Оно со звездочкой. Оно как бы больше усложнено. Но если у ребеночка есть силы, почему бы не сделать? Если уж у него нет сил совсем, он там каким-то другим делом занимаемся, то мы можем и не сделать. У нас же не только эти тратики, правильно? Мы можем там чем-то другим еще заняться. Поэтому вот мы выполнили. Почему нет? Прочитай. Отметь предложение, где есть фразеологизм, который отличается по смыслу от остальных. То есть здесь все фразеологизмы, кроме одного, имеют одинаковое смысловое значение. Когда объясняли новую тему, Катю отвлек сосед по парте. И она пропустила все мимо ушей. Что значит она пропустила? Ну мы из контекста узнаем с тобой, да? Что она ничего не услышала. Он ее отвлек, и она ничего не услышала. Пропустила все мимо ушей, Екатерина. Дальше. Есть такие люди, им можно сто раз говорить, и они не запомнят. У них в одно ухо вылетает, в другое вылетает. То есть они тоже не слушают. У них тоже все это летит мимо ушей. Точно так же, как и у Кати. Все мимо ушей пропустила, ничего не услышала. То же самое и здесь. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Ничего не запомнил, ничего не услышал. Когда родители заговорили о планах на лето, Ваня навострил уши. Что значит навострить уши? Значит, очень внимательно что-то слушать. Признавайтесь. Кто навостревает, навострил уши, когда родители там где-то разговаривают. Особенно по поводу отпуска. Куда летом поедете? Ну-ка, пишите в комментариях, у кого развит навык навострил уши. Можете лайк поставить и подписаться, если вы еще этого не сделали. Также по ссылке в описании можно подписаться на телеграм-канал. Вот там полезное иногда бывает для вас. Спасибо. Навострил уши. То есть он внимательно слушал. Если Катя и вот эти все люди, они ох, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Все мимо ушей. То этот наоборот уши навострил. Хотя делал вид, что очень увлечен игрой. Хитрый какой, да, Иван у нас? Я остановился на перекрестке. Мама говорила, как найти нужный дом. Но я слушал в полуха и теперь не мог сообразить, куда сворачивать направо или налево. Запомните, как пишется слово «направо» и как пишется слово «налево». Это важно, да? Слушал в полуха, но тоже опять ничего не услышал. То есть в первом ничего не услышал. Во втором ничего не услышал. В третьем, наоборот, старался слушать внимательнее. И в четвертом тоже ничего не услышал, поэтому пятое сделано правильно. Но тут у нас из пяти не выполнено всего одно, но со звездочкой выполнено правильно. Поэтому мы поставим пять, но с небольшим минусом. Я думаю, это будет справедливо. Пишите в комментариях, какую оценку поставили бы вы. Я знаю, что вы это любите. Дальше у нас с вами более сложная такая тема. Если фразеологизм, но он и в Африке фразеологизм, да? То состав слова – это уже такая более серьезная у нас тема-то. Прочитай предложение. Покажи, какие слова нужно вставить на место пропусков. Пиши нужные буквы в соответствующие квадратики. Приставка – это значимая часть слова, которая стоит, где вы не видите. Но вот здесь есть, как бы, да, моментики такие. Я вот так сделаю. Вам, наверное… Да, вам будет видно, если я так сделаю. Да. Д видно? Ну да, все. Вам должно быть все видно. Немножко кривовато, но и мы не суперпрямые, да? Так, приставка – это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Да, верно. Сразу плюсик поставим. Основа – это часть слова без окончания. Да, верно. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в словосочетании или предложении. Да, 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 верно. Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Да, не могу ничего сказать против. Гэ такая интересная у него. Ой, вот на таких гэ только рыбку ловить. Корень – главное значимое. Я всегда говорю, корень – это как позвоночник у человека. На нем все крепится. Корень – главная значимая часть слова, в которой заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов. Верно. Молочина. Прям жирный плюсец. Умничка, молодец. Здесь тоже довольно-таки интересное задание, скажу я вам честно. Прочитая словосочетание, отметь строки, где выделенные слова не являются однокоренными. Еловый запах – густой ельник. Рыбный суп – громадная рыба. Кора – сосны, корни – одуванчик. Отметь строки. А почему здесь одна строка только? А почему он отметил только одну строку, если должно быть? Ну, ладно. Кора – сосны, корни – одуванчик. Солнечный город – горный перевал. Приземлился в пустыне – черная земля. Так, значит, интересно, сейчас будем вместе разбирать. Еловый – ел. Значит, густой ельник – ел. Опять-таки, в учебниках разных по-разному. Ел, ель. Кто, ну, в каких-то учебниках мягкий знак берется в корень, в каких-то мягкий знак в корень не берется. Это везде по-разному. Напишите, как вас. Я, по-моему, отчем уже даже поднимаю. Рыбный суп – рыб. Рыба – корень один. Выделенные слова, они являются однокоренными. Да нет, рыбные рыбы – однокоренные. Еловый ельник – тоже однокоренные. Кора – сосны, корни одуванчика. Ну, кора и корни – это не однокоренные слова. Почему они однокоренные? Нет. То есть, вот это можно отметить. Кора – кор. Корни. Корни. Видишь, они не однокоренные. Солнечный город, город, горный перевал. Ну, это он правильно ответил. Приземлился зему. Это однокоренные. Где выделенные слова не являются однокоренными. Приземлился. Приземлился земля. Приземлился. Приземлился. При землу. При земля. Приземлился земля. Ну да, отметим. Здесь. Но он не полностью сделал. Поэтому плюс-минус. То есть, не все отмечено было. Я специально не буду ничего делать. Потом мы работу над ошибками сделаем. Окей, договорились. А то я тут ему все отмечаю, а потом работу над ошибками составляю. Нечего делать. Так. Это мы еще, кстати, не делали. Все нормально. Прочитай слова. Покажи линиями, как называются выделенные части слов. Я своим первоклассникам 4 года назад, 3 года назад, говорила. Когда брала первый класс, я их сразу закидывала удочку о том, что такое части слова, что это такое. И мы к третьему классу уже знали все части слова. Но не все и не все. Не все части слова и не все дети знали. Нам уже было чем гордиться. Каменистый. Здесь камень. Это корень, соответственно. Подъезжаю. Это основа. Можно смотреть на первое задание. У меня ребенок так и делал. Подъезжаю. Основа. Поезда. Окончание. Машинист. Ист. Суффикс. Приморский. При приставка. Правильно. Так, здесь у нас плюсик. Умничка. Молодец. Вы знаете, в чем еще дело? Что приставок, предлогов очень много. Суффиксов очень много. Русский язык, он вообще необъятный, огромный. И там нужно вот век живи, век учи, как говорится. Не думайте, не переживайте, пожалуйста, если вы не можете запомнить с одного урока все. Или вы не можете там с двух уроков запомнить все. Или с трех. Всегда имейте рядом с собой какую-нибудь вспомогалочку, табличку, шпаргалочку. И потихонечку, когда вы будете выполнять, переходить от задания к заданию, вы уже будете их запоминать. То есть не надо приходить домой, открывать этот огромный список суффиксов, огромный список приставок, огромный список предлогов и штудировать их, зубрить. Нет, конечно, вы так можете сделать, но это неправильное распределение времени. Вместо этого можно заняться чем-то другим, более полезным. Все постепенно, гибкий ум у нас, особенно у деток, быстро все впитывает. Не надо себя мучить, не надо ни в коем случае говорить себе о том, какой я глупый, я не могу запомнить. Потихонечку из задания в задание переходите, подсматривайте, подглядывайте, запоминайте. И потом в этот прекрасный момент вам не нужно будет пользоваться шпаргалочкой. Итак, четвертое. Немножко такая небольшая мотивашка, небольшое отхождение от темы. Прочитай стихотворные строки. Отметь строки, в которых в выделенных словах нет приставки. Опять мы немножко тут разобрали. И к тебе приходит сон, и зевая шепчет он. Спят деревья, спят кусты, поскорее усни и ты. И тут мне захотелось зевнуть. Приходит, правильно. Переставка при. Спит будильник, спит звонок. Просыпается щенок, просыпается и лает. Снов приятных нам желает. Баю-бай, баю-бай. Вот что значит этот лай. Тут приятных, это корень. Прият. Значит, правильно отметили. Приближается звук. И покорно щемящему звуку молодеет душа. Щемящему, наверное, да? Больше ударения. Щемящему. Приближ. Вот эта приставка здесь есть. Так что это словно мне нужно. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце стало, что она горячим светом по листам затрепетала. Вы, конечно, этого не видите. А я вам покажу. Фет. Написал. Прекрасно. Нет приставки во втором. Нет приставки в четвертом. Все верно. Ставим плюс. Ну, здесь у нас за эту работу, кстати, тут у нас без звездочки. Видите, всего четыре задания. Ну, тут у нас один плюс-минус. А так-то все хорошо. Поэтому, я думаю, мы вполне имеем право поставить себе пятерку. Он с этой задачей справился. Он большой-большой молодец. Кто не подписался, ну, на это мы, соответственно, с вами заканчиваем. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Кто не прожил лайк, обязательно прожимайте. Не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А мы с вами увидимся, как увидимся. Всем до новых встреч. И пока-пока. По классике я вас чуть-чуть потрясу. Субтитры сделал DimaTorzok